Добрый день Сюжет развивается Далеко не все получилось сделать что хотелось Я уже даже реально побаиваюсь за Шона Сможем ли мы вытащить малого Очень хочется но Но я даже не знаю Так Детектив Шелби Спешит на помощь А не А да Да Манфред Манфред Ты дома Печатные машинки Прям как у тебя У Скотта ведь тоже печатная машинка Так у нас тут магазин печатных машинок и старых тикающих часов А еще музыкальная шкатулочка зацени Так Манфред Клиенты пришли Где ты шаришься А Вася О Привет Манфред Кто это? Скотт Скотт Шелби Помнишь меня? Скотт Скотт Ты? О Конечно помню Ну Рад тебя видеть Сколько лет прошло? До десяток Не меньше Надо Давненько вы не виделись Ну В моем возрасте Это уже не срок Я Чиню часы Но Я Стараюсь забыть о времени Хе А А как ты? Все Еще в полиции? А Нет Ушел Я теперь частный детектив А А это Лорен Она Она мой друг Добрый день О Здравствуйте Леди Ну Это же надо Отпраздновать Одну минутку Погодите Ой Старик уже совсем плох Мне попадалась Бутылка виски Совсем недавно По моему Он даже Гораздо старше Чем Ну Чем Скотт Так Пока он ищет Бутылку виски Давай мы Не сделаешь ли мне Одолжение Скотт Скажи мне Чтобы перезвонили Ближе к вечеру Ок Алло Да Манфред здесь Но он не может подойти Вы не перезвоните Ближе к вечеру Спасибо Так Ну ладно Что там Так и быть Что у нас здесь Есть интересного По моему Там окно Разбито Манфреда Это не особо Напрягает Судя по всему Но да ладно Пошли пить виски Виски Это хорошо Ой Дружище Давай Прикладываемся За старых друзей Давай Чувак Цок Хе-хе-хе-хе Взгляни вот на этот конверт Может ты сможешь Определить на какой машинке Был напечатан адрес Ну Давай посмотрим А вот почему Мы ради конверта Пришли Мое Увеличительное Стекло Да Конечно Глаза Меня уже Подводят Где Увеличительное Стекло Я Если честно Из-за прилавка Нет Это явно Не прилавок Нет 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 Скотт Ну Ну явно Это Не прилавок Может быть Здесь Нет Да Держи Дружище На Спасибо Старик совсем Плох Смотри Ну вроде Добрый Такой Что этот Конверт Может нам Рассказать Роял Пять Форма Букв Т и Ф Характерная Для этой модели Выпущена Между 1907 И 1924 Ого Так это Ретро Вообще Это Именно Это Модель Она Редкая Нет Нет Они Не Редкая Пожалуй Такая Машинка Пылится На чердаке И два Лет Не каждого Старого Дома Черт возьми Да им Почти под 100 лет Ведешь Учет Всех Клиентов О Разумеется По крайней Мере Тех Кто Платит Хе-хе-хе А можно Взглянуть На записи Да Конечно Все Мои Учетные Книги Здесь Если Вы Не Торопитесь Я Поищу Список Всех Клиентов Кто Покупал Модель Роял 5 Или Приносил Ремонт Да Мы Будем Признать Рад Помочь Всего Пару Минут Я Принесу Вам Давай Хороший Дед Слушай Он Реально Дружелюбный Добрый Но Старостня Радость Горится Вижущая машинка Начало Прошлого Века Владелец Наверняка Приносил Ее Манфреду Посмотрим Кто В списке Так Какая-то Странная Сцена На самом Деле Знаешь Так Лора Умиляющаяся Фигурки Этой Балерине Что Манфред Там Копается Надо Посмотреть Да Действительно Манфред Я понимаю Ты старик Уже Но Мы записали Ваш звонок Полиция Прибудет Через Несколько Минут Скажите Мне Вашу Фамилию Сэр Сэр Алло Так Дедуля 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 Твою Дедуля Да Как Ты Мог Откинуться Нафиг Это Окно Так Слушай Все Плохо Господи Что Ты Делаешь Звоню В полицию Убийца Уже Звонил В полицию Он Хочет Свалить Убийство На нас Надо Уходить Отсюда Как Это Мы Жи К Этому Не Причастны Нас Даже Рядом Не Было Мы Были В соседней Комнате Ты Серьезно Не Хватает Только Провести Сутки В участке Доказывай Что Я Не Верблюд И Что Нам Делать Стирать Отпечатки Доставай Платок У тебя Должен Быть Давай Конвертом Вытирать Будем Вот Да Отлично Так Первым Делом Что Первым Делом Телефон Давай Давай Телефон Я Я Брал Трубку Значит Вытираем Что Еще Что Еще Так Увеличительное Стекло И Бокал Вискаря Это Странно Так Будем Будем Считать Что Я Закончил Я Больше Ничего Увеличительное Пойдем Пойдем Скорее Да Мы Больше Ничего Не Трогали Все Что Блин Нет Все Таки Дверь Я Я Думал Это Войти Там Это Стрелочка Вверх Как Войти Типа Блин Да Ты Серьезно Да Он Пошел В Кабин За Одной Вечер Его Долго Не Бало Я Заглянул Он Был Жемен Следовало Позвонить В полицию Мистер Шелби Тогда Не Пришлось Вытащить Вас Сюда Слушайте Мы Не Убивали Мы Мы Были Там Послучаем Мне Не Почему Музыка Так Орет Слушай Боже Музыка 35 Давай Наверное Эффекты Поставим На 7 На 75 Я Надеюсь Это Поможет Сидеть В Участке Доказывая Офицеру Полиции Что Я Тут Ни Причем Хоть Вы Детектив Мистер Шелби Оставайтесь В городе Если Случайно Найдете Пару Трупов Позвоните Нам Ладно Поездки В участок Избежать Не удалось Блин Ну Вот Так 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 Да Скотч Опять Вляпался Пришел Не вовремя Знаешь Так Бывает Не парься Я тебя Ради Стар Спасибо Я твой Должен Нарыл Что Небудь Интересное Ну Пар Иде Есть Но Абстрак Если Вдруг Появится Канг Ты Уж Мне Сообщи Ладно Скоро Ладно Так Так Они Все Так Друг Друг Знают Судя По Сему Работали В Одном Отделе И Судя По Сему Хорошо Знакомы Я Везу Вас Домой Стало Слишком Опасно Ну Нет Мы С вами Напарники Таков Уговор Сделки Конец Как Хотите Я Меняю Условия Идите Домой Без Разговора Вот Да Я Взрослая Сама За себя В ответе Я Хочу Найти Убийцу Сына И Вам Меня Не Остановить И Че Ты Будешь Делать Тогда Ищите Его Сами Если Что Пойдет Не Так Сами Расклебывайте Остановите Остановите Говорят Вам Вау 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 За руль Ты Че Больная Слушай Она Психованная Пошла Вон С машины Давай Вперед Слушай Дура Это Женщина Упрямо Как Ослица Да Она Пойдет До Конца Со Мною Или Без Меня Я Не Могу Бросить Ее Она Пойдет На Все Чтобы Найти Убийцу Своего Сына Черт У меня Нет Выбора Я Делаю Это Чтобы Защитить Ее Да Ладно Какой же Я Все Таки Болван Надо Догнать Ее Куда Догонять Она Стоит Перед Твоей Машиной Ладно Пошли Мокнуть О Боже О Парагон Обновился Мне так плохо Так Плохо Без него Я бы Все Отдала Чтобы Еще Раз Собнять Его Простите Я Я Был Слишком Резый С вами Дело В том Что Я Очень Боюсь За Вас А Еще Что Мы Перепарковались На Встречке Я Думал Надо Бы Машину Отогнать Однако Я Почти В этом Уверен О Боже Мой Сейчас Будет Испытание Блин Там Там Будет Жесткое Испытание Нет 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 Итан Убийцей Не станет Блин Нет Чувак Нет Да Что Надо А Мать Твою Я Тысячу Раз Говорил Что Нарики Под Дверью Мне Ни К Чему А Так Ты Наркотой Торгуешь Если Хочешь Ширнуться Нужно Звонить Урод Давай Вали Так 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 Давай Открывай Дверь Как Он Ты Ты Засветишь А Мне Это Не Нур Не Горячись Брат А Спакуха Что Хочешь Дозу Денег Скажи Что Хочешь И Мы Сговоримся А Чёрт Я Тебя Мозги Выживу Суки Сын Ё Моё Ё Ё Ой Ё Ё Тихо Тихо Ё Моё Это Я Так Чувствую Сейчас Это Будет Само Оборона А Ага Страшно Ой Еб О На Мать Капец Да Сколько Там Зарядов Жесть Это Это Вообще Нормально Блин Да Сколько Он У Тебя Заряд А А Все Кончились Руки Вверх Скотина Я Дам Тебе Что Хочешь Наркоту Или Деньги Нужна Доза Прошу Не Убивай Меня У Меня Дети Вот Мои Дочки Это Сара А Малышка Кадыфит Прошу Тебя Я Хочу Вернуться К ним Прошу Прошу Не Стреляй Нет Нет Итан Не станет Убийцей Нифига Я Тоже Отец Я Не Убийца Вот Блин Может Зафотать Его Как-то Налить Кетчуп Ему Нарожу Сфоткать Капец Жопа Просто Полная Вот Самая Полная Это Капец 87 Мэтт Это Сэм Я Выяснил Что ты Просила Владелец Квартиры На Марбл Стрит Доктор Адриан Бейкер Он Бывший Хирург Приторговывал Наркотой По-тихому Сколотил Состояние Скупая Дешевые Квартиры В честь Прочих Эту На Марбл Стрит На Наркоте Его Поймали За руку Дали Несколько Месяцев И Лишили Лицензии Любопытно Спасибо за Информацию Сэм Я твой должник И Мэтт Поосторожнее Ладно Я постараюсь Поговорю Звоню Эм Так Владелец Квартиры Где Этан Отрезал Себе Палец Живет Здесь Не лучшая Зацепка Но Выбирать Не Приходится Боже Так Ты Ведешь Своё Собственное Расследование Ещё Ко всему Прощему Ну Миленько Тут Почему Бо И Нет Но Вроде Как Никого Нет Бывший Хирург Проторговывал Наркотой Привет Салют Дядя Говорят У вас Можно Достать Бетропен Без Рецепта Сожалею Но Это Не Так До Свидания Эй На 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 Под 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 Мне Правда Это Очень Нужно Деньги Есть Ну Сказали Сразу Заходите Деловой Человек Да Куда Надо Ну Не Знаю Три Четыре Коробки Ну Думаю Это Не Проблема Выпьете Что Нибудь Компанию Составьте Нет Я Нет Спасибо Нет Спасибо Алкоголь Лучше Не мешать С лекарствами Не Так Ли Ничего Надо Все Таки Выпить За Первую Сделку Алло Я Сказал Нет Кажется Мы Еще Не Встречались Кто Вас Направил Я Уже Не Помню От Всех Этих Таблеток Мозги Спеклись Едва Могу Отличить День От Ночи Много У вас Клиентов Хватает Хотят Забыть О Проблемах Красивые Они Строем Трудолюбивые Мир Предъявляет Нам Слишком Много Требований Какой Это Темушный Очень Предохранителя Который Не Дает Обществу Взорваться Да Ладно Я Слышала Что Вы Сдаете Квартиры Это Правда Извините Милая Они Уже Все Сданы Жаль Мне Вы Что То В Районе Марбл Стрит А он Пьет Нормально Может И самому Хлебнуть Вы Не Пьете Нет У меня Непереносимость Я Я Не Хочу Пить Я За Рецептом Одну Минуту Подам Обломись Передум Старый Я Не Знаю Чем Ты Меня Споить Хочешь Но Я Знаю Что Хочешь Этот Псих Меня Пугает Надо Посмотреться Тут Пока Он Не Вернулся Похоже Док Интересуется Недвижимостью Помимо Всего Прочего Так Понятия Не имею Что Это Так Давай В темпе Смотрим Похоже Он Прихватил Солидный Запас Медикаментов Закрывая Практику Снотворного Тут Хватит На Целую Армию Там Прямо Миска Целая Глянь Целая Вон Стоит Это Так Быриком Куда Он Там Пошел Маленькая Проныра Ах Ты Сукин Сын Мы С тобой Славно Повеселимся Милая Обещаю Нечего Вот Жж Гнида Напоить Не вышло Так Он Биту Взял Тварь Воу Знакомьтесь Мэтью Он Тут Вроде Как Проводил Перепись Уже Задолбали Эти Проклятые Легавые Так Значит Вы Ищете На Марбл Стрит Квартиру Я Сдал Одну Такую Папу Если Вы О Задолбали Не Задолбай Из голубой Лагуны Давай Ну Уже Пусть Развигается Что Ж Пора Бо Взяться За Дело Я Так Люблю Оперировать Что Рад Любой Возможно Попрограмм Блин Пейдж Давай Инструментов У меня Нет Использую Подручные Средства Надеюсь Вы На Меня Не В Обиде Эй Чувак Я Щас Тебе Твоими Подручными Терпите Будет Немножко Дольно Нет Да Ладно Ну Всегда Так Как Только Возьмешься За Работу Непременно Кто Звонит В Дверь Я Вы Провожу Гостя И тут Ж Вернусь Не скучайте Я Не Долго Пейдж Давай Давай Сделай Что Нибудь Да Здравствуйте Я Принес Вам Слово Господа В виде Этой Прекрасной Прекрасной Которой Буду Счастье Получить Вам За Скромное Пожертвование Есть Есть Контакт Так Слово Господа Сейчас Нас Очень Спасет Давай 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 Есть 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 Контакт А Сейчас Мы Тебе Просверлим Парочку Лишних Отверстий Давай О У тебя Неплохой Инструмент Но Дядя Не Поможет Нет 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 На Давай Давай Сейчас Проведем Свою Операцию Туда Лишим Скажем Так Ненужных Тебе Причандалов Хорош Пейдж Давай Дорабатывай Его Дорабатывай Не 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 Поможет Нет 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 На Да Чтоб Тебя Хорош Отличный удар Да ладно Как старый пердун еще живой Я же все правильно нажимал Да как так то А Пару лишних отверстий Для дополнительной Скажем так Как бы это передать Вентиляции Отлично Старый ублюдок О боже капец Вот же сукин сын Так Может осмотримся теперь А то есть пару таблеток Я все таки взял Пако Голубая лагуна Пако Пако снял ту комнату Где Итан Нарезанул себе палец Окей Жесть Я уже думал все Гранты Но нет О У нас же есть подозреваемый Точно Есть один подозреваемый Это мы к нему приехали Я забыл совсем Алло Не 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 Давай пистолет возьмем Ты че Класс Нельзя взять ФБР Идет Ловить преступника Без пистолета Просто Грандиозно Эй чувак Ты че здесь забыл О По моему ты мне и нужен ФБР Можем поговорить А Я ищу владельца Голубой Шевроле Малибу 830 Мне плевать Как она сюда попала Украл ты ее Или нет Я хочу знать Кто ее купил Прости уж Не запомнил Башка дырявая Ничего не помню Да ладно Попробую освежить Твою память Если выяснится Что ты продал машину Человеку в розыске Ты проведешь За решеткой Пол жизни Малыш Джек Решил на понт Меня взять Сосуд Не видел я тачки Иди Че И все Ну ка Кровь Здесь то она Откуда взялась Проведем УРС Анализ Мерри Крисмас Оу Отпечатки пальцев Скорее всего Принадлежат Джеку Ну вероятнее всего Да Это было бы Весьма логично Заключить Так О Это у нас Что Следышим Ну ка Это не та машина Которую я ищу Хорошо Что по поводу Отпечатков ног Размер 45 Видимо это размер Джека А это Размер 42 Это кто-то из клиентов Так Окей Оу Следы крови Ведут кислотной ванне Ом Ого Джек явно Кого-то тут замочил Ну это все Джека Отпечатки Это все Его Прещандалы Давай-ка Внимательно Это кто-то из клиентов Так это все Тот же размер Который был там На входе Тоже 42 Я тут оброю Просто все Что только можно Тоже модель шин Что и у машины Убийцы Оу Неужели он был здесь Так давай так Ищем дальше Ну-ка Тачка стояла здесь И судя по всему Выехала отсюда Это машина А понятно Это Тайр модел Это что-то не то Сколько здесь всего Слушай Я это уже все смотрел Что? УРС запись В гараже имеются следы Пыльцы Орхидеи Оу Как интересно А это уже зацепка А вот и Следы Перекрашено Вот Явно ее красили здесь А если не ошибаюсь Это же лампа Чтобы краска сохла Правильно или нет? Но если это так То ее реально здесь красили Перекрасили в голубой цвет Шины поставили И она отсюда И уехала И кстати Пыльца Ведет как раз таки Как раз таки сюда Ведет пыльца Я во что-то упираюсь Но я понятия не имею Камера конечно тут не камельфон А тут тачка стоит Ну-ка Ну тут все Джексона Понятно что все Им залапано Он здесь работает Это естественно Так ладно Давай Я Ну машина стояла здесь Хорошо Пыльца Давай по пыльце Пройдемся что ли Нет Пыльца Тут заканчивается И уже все Среды Крови Кислотная ванна Я даже подозреваю Что именно Произошло А вот это пятно нет Его нельзя посмотреть Нет Судя по всему Давай кислотную ванну Глянем тогда В этом гараже Гораздо больше Интересного Чем кажется На первый взгляд Джексона Джек Эй Джек Может стоит Пойти взять Пистолет Твой Твой дружок Легаври Чересчет Лепопытный Пришлось Заткнуть его Оболкливый Рот Роккевекко Мне некогда С тобой В игрушки Играть Заведу тебя Подальше Ты Прикончил Так Пошло Опять Ё-моё Ещё Упс Упс Ещё Пошла Заваруха Так Держаться Так Норман Норман Давай Не лови Удары Мэдисон Выжила И ты У меня Выживешь Давай Руки Вверх Хорош Не вешай Лапшу На уши Ну-ка Живо Выкладывай Кому ты Продал Машину Как ты Козёл Вонючий Да ладно Ты Мне Нос Ломал Да мне Пофигу Я тебе Башку Продыряблю Колись И быстро Не пугай Страшный Злобный Коп Порох Прихватит Я стреляю Джек На тот свет Захотелось Да ладно Тебе По глазам Вижу Что слабо Арестуешь Чёрт Ты совсем Долбанутый У курок А Чёрт Джек Всё по закону Простая Самозащита Палец Соскочил Полицейского Или ты Или тебя Эй Эй Стой Хорош Я кажется Припоминаю О смотри Как хорошо Память пошла Что тебе Скажу Я не знаю Кто этот тип Он хотел избавиться От машины И получить Типа Новенькую Платил налом Чему лишние вопросы Просил Сообщить парню По имени Паку Из голубой Лагуны Что всё готово Больше нечего сказать Мы продолжим Разговор В участке Вы арестованы Вы имеете Право Хранить Молчание Чёрт Как не кстати Всё что вы скажете Может быть Да у тебя проблемы Чувак Нет 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 Чёрт Нариков Теперь берут ФБР Да Тоже храняй Мерик Я помогу тебе Завязать С колёсами Сраны Леган И навсегда А может Надо было Всё таки Выстрелить А не Живот Блин Это пресс Это пресс Не поможет Нет 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 Так Фигня Это всё Не 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 Давай Норман Ну же Ну же Ну же Пора Сваливать Ворман Ты чё Давай 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 Живи Чувак Фух Блин Блин Я без пистолета Остался Да Ну Чтоб Тебя Фиг там На Прям в коленную Чашечку Типа Типа Крутой Типа Типа Крутой Типа Блин Чё-то я упал Хватай Железку Хватай На Какая-то Железка Не очень Совсем Это даже не Железка Ай Вот это больно Ой Зря Ты Так Зря Ты Чувак Такого Хорошего О себе Мнения Хоть Ты Бугай Но Ай Блин Ну Вот Гад Норман Как же Не в кассу Твои проблемы С таблетками А Давай 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 Дай ему По роже По ушам Ему Блок Там Гусеницы Блин Эта фигня Едет Толкай Его туда На гусеницу Его толкай Блин Да Что ж Ты будешь Делать Отлично 10 Балов Вы Арестованы Но Пятно Крови Там Конечно Будет О Как Растеклось Правосудие В чистом Виде Молниеносное Правосудие Фух Жесть Он жив Пока что Все живы Я не знаю Насчет Шона Но Да Прощай Джек Это самая Жесткая Серия На самом деле У нас У нас Максон Или как Дедуля Короче Дедулю убили Дедулю очень жалко Дед хороший был Реально Доктора Маньяка Тоже Отъехал И Джек Тоже Отъехал Это серия С тремя Трупами Это просто Кошмар Это самая Адовая серия Но благо Главные герои Пока что Все живы Все нормально Это Сюжет Набирает Невиданных Оборотов И самое главное Что Джек Кстати нам Рассказал Полезную инфу В принципе Теперь и Норман И наш Бравый детектив Они знают Про Голубую лагуну Про Голубую лагуну Вот Походу уже все знают Про Голубую лагуну Так что думаю В следующей серии Мы отправимся Куда правильно В Голубую лагуну Так Ребят На этом мы эту серию Заканчиваем Было жесть Как интересно Ждите продолжение Постараюсь Не затягивать С ним Квантум Брейк уже пройден Поэтому Можно Не затягивать Вот На этом все Всем спасибо Подписывайтесь Если этого еще не сделали И добро пожаловать В группу ВКонтакте Там очень много Всего интересного На этом все Всем удачи Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok